Девушки отдыхают Девушки отдыхают Либо мы тебя посадим Дураки все Такое я думала Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова І ви на моєму ютуб-каналі Курбанова Лайф А це свіжий випуск російської антипропаганди Їхньої кринджатини, болю і страждання Не забувайте, що ви, наш глядач Найактивніший співучасник нашої інформаційної війни Нам треба відстрілюватись, нам треба протистояти нашому ворогові І ви в інформаційній сфері Тож допомагайте нам розповсюджувати всі наші відео Не забувайте нам лишати лайк І обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф Вмощуйтесь зручніше Зараз буде політ у космос Зараз дуже опасно і нехорошо Там дна нет Тише, матом не ругайся Там дна нет Тридцать, да, сорок Це страх, що твориться Куди-то пісок уходить Вмивається Вмивається Вона вариться метрів п'ятьдесят буде в окружіні Я знаю-знаю про свою роботу Говорити не дуже скромно Але ми достеменно знаємо І часто це публікуємо В моєму телеграм-каналі Що російські пропагандисти Слідкують за нашою роботою Дивляться, аналізують І розуміють, що те, що ми робимо Це важливо Важливо для українського суспільства І меншої мірої для росіян Упоротих не до людей Але вони бояться те, що ми робимо Адже ми завжди відслідковуємо Всі їхні ефіри Ми вибираємо найсучніше, найцікавіше І я чесно кажу Ми не монтуємо, не вигадуємо Не ліпимо їхні слова Ми подаємо те, що сказали вони А далі вже вам вирішувати Це про зраду чи про перемогу Це про те, як вони ніяку віють Від усіх обставин, що нині несуться На території Російської Федерації Чи намагаються видати все за власну перемогу Одним словом, я навіть не буду за вас робити висновки Кожен подивиться і все зрозуміє Середження і працівні� Дейку ehдуна власне Дякую за б Game'in Дякую за пацієнти Роси Федераційного Дякую за берегу Дякую за б 1-я Деякую за бравити в піднятий Дякую за берегу А у вас в Беларуси есть квадроберы? Ну, ходят в эти, это же маски эти. Ну, да. Ну, а если мы на масках, то нет. Нет, нет, у нас, у нас эти проблемы нет. Автоматичное слово. У нас даже это не является актуальным. Хотя я об этом уже говорила. Это не хотелось бы. Расциклы есть, у нас их пока нет. Честное слово. Слушайте, дураки все. Честное слово. Я часто говорю, если бы это у нас или в России, слушай, ни одного дурака бы не выбрали, ни одного, ни второго. Ужасно. Это некомпетентно. А тот ляпает черт знает что. Ну, зачем ты оскорбляешься с женщинами, в конце концов? Я вообще-то, мужики нормально, женщины не воюют. Дура такая-сякая. Ну, представь, в России или в Беларуси кто-то вышел, дурак. Это от себя оттолкнуло огромное количество людей. Мне не нравится его тезис окончания войны с Украиной. Я это сделаю. Открою секрет. Я так в шутку выслушал. Снять я сейчас, ура-ра-ра. Ну-ка, скажи мне, как заставить Трамп закончить войну? Что, придет, топнет ногой, скажет, ты давай заканчивай, и ты побежал. Закончишь. Ну, вот нам надо подумать. Я, как президент, это вообще не представляю. Он что, придет в Россию, скажет, так его Скобееву за 20 секунд размажет так, что он не поднимется. Вот это ужасные выборы. С наших критериев я вообще-то ничего не понимаю. Жуткие, глупые выборы. Раз твои выборы скажете, Коробка, сегодня стало известно так. Я первый раз узнал, честное слово. В смысле? 26 января 25-го года, день выборов. У нас было, я говорю, пять дат. Ну как, там, Александр, ну это же президентский выбор, ребята, по Конституции, ваше право. Садитесь, анализируйте, как лучше для страны, принимайте решения. Я не про даты. 26-го. Нет, а вы пойдете? Я просто тебе, а ты хочешь, чтобы я впервые в твоей передаче сказал? Именно так. Да, Оля, пойду. Если вот сторонники мои скажут, что это надо, они же, конечно, скажут. Ну что тут будет. И некуда деваться, и мы вас поддержим. Спасибо, Оля, я буду рад. Если вы поддержите, мне больше в России поддержки не надо, мне будет достаточно. Итак, сегодня утром и вчера вечером журналисты обратили внимание, что лидеры, которые съезжались на какие-то общие встречи, выбрали практически все наши машины Аурус. Даже индийский премьер-министр Нарендера Моди. А вот Си Цзиньпин, он был единственным, исключительным лидером, он по привычке уже поехал на своей китайской хуньци, если я правильно произношу, на наш язык переводится как «красное знамя». Обратили внимание, что на концерте лидеры знакомились с русской музыкой, знакомились по-разному. Есть кадры внимающего так достаточно спокойно председателя Си, а есть министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов, который, конечно, ну, в силу протокола так чуть-чуть сидит, притопывает, пританцовывает. Дальше был ужин, и вот во время него, как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, очень много тем успели обсудить. И Казань успели обсудить, и Волгу, и главные темы саммита затронуть, но и, конечно, без Украины не обошлось. Си Цзиньпин ужин очень похвалил, сказал, что все ему понравилось, все было вкусно. Ну, правда, не назвал состав меню, но если ему все понравилось, может быть, мороженым угощали, потому что мы знаем, что китайский председатель мороженое весьма жалует. Что касается вообще угощений, то тут большая задача, наверное, проблема гостей форума как-то не располнить за те 2-3 дня, пока они находятся в Казани, потому что Чак-Чак здесь практически везде. Вчера он вот на этом мини-концерте и ужине тоже стоял посреди стола. Не избежал испытания Чак-Чаком и Александр Лукашенко, который сегодня прилетел, чтобы поучаствовать в мероприятиях в Казани. И он немножечко так даже попенял встречавшего ему главе Татарстана Рустама Миниханова, что вот вы ему что-то не очень полезное для здоровья предлагаете. Сейчас мы с вами видели прямую трансляцию двусторонней встречи. Вот я нахожусь сейчас на данный момент на Курском направлении. Я сразу же сходил к начальнику ВОД Курской области и задал ему в лоб вопрос. Какие у вас проблемы с Ахматом, как только я сюда зашел? Он улыбнулся и сказал, у нас на территории совершено 187 преступлений военными. Это убийство, изнасилование, другое, другое. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделений Ахмара. К нам подтягиваются, к нам уже просятся в союз. Люди, как его некоторые страны уже прикидывают, а можно ли стать частью вашего прочного союза? Потому что мы действительно демонстрируем высокую динамику возможностей развития товара оборота, человеческого потенциала, научного, технологичного. То есть все это начинает опять возрождаться и спаиваться в такой общий кулак. Это союз равных на 100%. Никто не навязывает кому-то свою волю. А вы обратите внимание, кто победил, точнее, кто взял Нобелевскую премию за экономику? Ученые, которые написали книгу, которая называется «Почему одни там богатеют, а вторые беднеют страны?» Одни страны богатые, другие бедные. Так вот, они сами, выдав премию Нобелевскую вот этим ученым, сам Запад прошляпил одну вещь. Там сказано, что при диктатуре страны падают вниз, а при демократии страны растут. Ну и теперь посмотрите, кто падает, а кто растет. Ну, тут еще вопрос, у кого действительно диктатура, а у кого действительно демократия, потому что... Вот так вот я и говорю, что получается, что по их же, по ими же признанным правилам Беларусь и Россия, с учетом роста экономического, социального, да и демографический вопрос уже подходит к вопросу такому же подъему. Речь идет о чем? Значит, мы больше демократии, чем они. И там слово диктатура, это по сути дела ярлык, но неправда. Это уже давно пора повесить на западные ворота, этот ярлык, и написать большой краской дно. Красной краской дно. Потому что туда, куда они стремятся, иначе не назовешь. Потому что уходит производство из Европы. И в Америке, посмотрите, Боинг будет увольнять 17 тысяч рабочих. Это что, развитие? Вольксваген уходит из Германии, два завода закрывает. Это что, развитие? Нефтехимия падает, энергетика валится, логистика уходит, металлургия теряет свои позиции. Я уже боюсь просто уже перечислять это, потому что это уже становится список бесконечным. И они называют это демократией. Нет, это уже, скорее всего, по их же правилам, больше похоже на диктатуру. У них же СМИ запрещают, у них же инакомыслие карают и так далее. Что они хотят? Они доказали, что мы демократия. Сегодня президент наш, многоугадаемый, Владимир Владимирович, сказал, да он такие слова, да он. Надо жить, по-моему, ради того, чтобы можно было умереть, да он. Примерно такие слова были, да он. Я живу, да он, ради своего народа, за которого, да он, я готов умереть, да он. Я не раз доказывал это, да он. Поэтому у меня должность, священная должность, да он, обязанность, да он. Такое, да он, даже нету, да он, потому что в моем должности я отвечаю перед Всевышним домом за все, что происходит в этом регионе. Я отвечаю перед народом, я отвечаю перед президентом домом, странным домом. Поэтому я должен быть очень ответственным, но я не говорю. Какой самый дурацкий, либо, может быть, смешной фейк России вам попадался? Ой, знаете, я так расскажу о том, что много-много фейк я услышал, я часто слушаю о том, что в России у нас унитаз нет, и кроме того у меня нет, у нас дома нету стиральной машины. Еще был такой случай, что я живу в Твери, это где-то, ну, 180 километров из Москвы. Часто говорят о том, что дальше из Москвы, больше, чем 150 километров, у нас нету газа. Ну, я им, естественно, говорю, что у нас нету газа, потому что я живу в 14-м этаже, нету газа. И они действительно удивляются, они говорят, а, у вас тут не хватало, они действительно не понимают, что это просто для безопасности. Еще был такой разговор в том, что они сказали, что после санкций в Москве у нас не хватает, иду, поэтому мы идем саранчу. Тоже такое есть слышно. Ну, и чого найбільше боится наддержава Російська Федерація? Ну, конечно, окупація. Что кто-то прийде и пограбует их помешканья без унитаза. Ихни помешканья без газа. Ихни помешканья без коммуникации. В лейні, в бедности, в Росруссии они все переживают. Недай Боже, хахли чи піндоси прийдут саме до них. От за тем, что они выкладывают в свои социальные мережи. Что на голову не налазать. Что выкликает обурение, паніку, шум. И единственное вопрос, как так можно жить? Но они не люди. Они росеяне. Тоже, как и всегда, их социальные мережи, как векно у настоящего российского жизни. Я сейчас нахожусь в Сбербанке и буду подавать заявление от кассы цифрового рубля. Просто мы все должны сейчас это сделать. Иначе нас по умолчанию, хотя в федеральном законе написано, что с нашего добровольного согласия мы подаем заявление на перевод цифрового рубля. Но уже есть случаи, когда людей, которые пришли получать пенсию к оператору, им предложили выдачу цифрового рубля. Не то, что предложили, а просто поставили в известность. Поэтому у меня здесь заявление. Поэтому срочно надо посылать в центральный банк, Сбербанк, и идти по месту жительства в те банки, где у вас есть карты, чтобы ваши карты не перевели в цифровые рубли. Я хочу выпустить российско-украинский альбом. То есть половина песен русскоязычник, половина украиноязычник. Вот и вопрос, как вы думаете, как отреагируют люди? Появятся хейтеры, которые плохо воспримут это? Я хочу, чтобы мы снова стали дружить. Это моя самая главная задача. Я чувствую, что нас поссорили специально, а мы должны назло всем дружить. Чудесные листья, такие осень. Вот смотрите, какая красота. И вот этот Карлсон, понимаете, наяривает с самого утра. Просто на этом пропеллере просто кошмар. Она наяривает. Вот это бесит меня прям каждую осень. Не знаю. Вместо того, чтобы нести метлой, не знаю, они вот наяривают вот этой воздушной штукой. Я говорю, вы в космос на ней можете улететь, на этом пропеллере. Всю осень, блин, не портит, гадит мне в душу прям этим пропеллером. Но сам в утро. Здравствуйте, Рамзан Хохматович. К вам обращается Бадяшкин Сергей Сергеевич, позывной Масяня. Я у вас проходил службу в 23-м году, 4 декабря. Я заключил контракт в городе Гудермесе. Там же проходил обучение в Российском институте спецназа. Потом был направлен в Луганск для дальнейшего обучения. В городе Луганске меня отобрали, шел в стурмовики, сперлотренировался. Потом отобрали на артиллерию минометчиком. Отдали в отряд камертон. Командиры нашего камертона. Самое главное это салют. Потом идет пресс, берия и оптима. Командиры мои непосредственные. Я отслужил хорошо, они ничего плохого не скажут, добросовестно. Старался. Уходил. Инспекция по надзору, у меня 8 лет надзора было. Она меня отпустила. Я когда приехал, предоставил ваши бумаги. Вот у меня здесь все есть. Они сказали, все, ладно, отслужил, все. Иди, надзор все нет, у тебя ничего. Проходит полгода. Буквально 5 дней назад они меня вызывают. Я им вот эти бумаги предоставляю для востребования. То есть они говорят, все это, типа, ты был в частной военной компании, то есть это в Чечне, типа, это не катит. Типа, тебе 2 дня, типа, сроку, чтобы ты подумал. Либо ты идешь заново, либо мы тебя посадим. У меня сейчас инвалидная, ну, ситуация изменилась. У меня выявили гепатит. Он говорит, без разницы, мы сделаем так, что ты, типа, ну, улетишь без больницы, без ничего, типа, ну, по-зеленой, типа. Я говорю, у меня еще инвалидная, изждевение, жена, ну, ноги от канзовы, типа. Ну, они меня принудили, я потерял работу, все принуждают, чтобы я пошел в бега. То есть я опять стал, ну, на путь, ну, плохой путь, чтобы опять там совершил кражи и все, то есть, ну, я потерял сейчас из-за них работу. То есть помогите, пожалуйста. До свидания. Просим помощи у Кадырова Рамзана Ахматовича, пожалуйста. Пацаны из спецназа Ахмат, помогите, пожалуйста, парня, ни за что хотят посадить. Он отвоевал, то есть он добросовестно 4 месяца отвоевал, он служил свой контракт, вернулся домой. За что его сейчас хотят посадить? Помогите, пожалуйста, кто как может. Очень просим вашей помощи. И кто додивился цей выпуск до кинца, то и особо от меня, отримает такий собі статус найміцніших, найзалізніших нервов. Друзі, я вас вітаю. Если вы это сделали, то вы идете в идеальном настроении. Но перед тем, как пить, не забывайте лишать нам лайк для поширения всей зібрано информации. Конечно, подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайк, коментуйте и обовязково побачимось с вами уже скоро. Бережите себя, бережите Украину. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok